привет улечки сегодня уже четверг сильно лучше мне не стало но мне нужно сегодня поехать вот сейчас еду в джоб-центр с девочкой потому что там вопрос решается по поводу курсов для нее и почему-то они ее вызвали вместо того чтобы просто прислать разрешение на эти курсы вообще не понимаю в чем дело почему они хотят сейчас поедем разбираться надеюсь то что не придется обращаться к шефу потому что я так думаю что если это консультант или как ее назвать работник джоб-центра если она сейчас начнет что-то там опять рассказывать она очень любит какие-то вещи говорить непонятные несвязные она но такой ну такой странный человек скажем так вот то я скажу что извините но мне придется разговаривать с шефом просто но другого выхода я не вижу курсы скоро начнутся разрешение на курсы она сначала дала она их распечатала а теперь она не дает на оплату этих курсов но просто бред какой-то она почему-то хочет чтобы все куда-то ехали почему-то вот нельзя сделать так чтобы это было знаете ну почему нельзя дать курсы в городе где человек живет почему так надо делать я не понимаю для чего вот это почему не сделать удобно кому-то в общем мы просто уже ходили несколько раз разговаривали каждый раз вот такая вот ерунда поэтому вот не знаю в общем чудо что там нас сегодня ждет какой разговор посмотрим ночью я еду обратно все прошло хорошо человека надо просто убедить не но правда странный человек тут просто чисто человеческий фактор и просто такой человек это нонсенс какой-то таких что поискать надо вот сходила в магазин хочу сделать салат но я еще подумаю буду какой делать салат или не буду потому что как я себя чувствую то вообще у нас сегодня опять жара у нас всю неделю обещают жару и в общем а я со своей простудой так что не знаю посмотрим сейчас что я буду делать сегодня скорее всего опять на диванчике с пледом потому что по-другому как-то у меня пока никак но может быть конечно таблетки помогают но это я не знаю могло быть наверное хуже но пока вот вот так как оно есть в общем не очень так что еду домой буду отдыхать а я начала делать этот макаронный салат но мне я смотрю продукты все меньше и меньше короче кукуруза банка 1 паприка 1 маленькая баночка корнишонов остреньких майонез и маленькие такие вот макарошки такие прям малюсенькие вот буквально вот такой вот скажем стакан в подсоленной воде сейчас отваривают до готовности макароны пока не меня варится то я режу паприку и корнишоны и все это потом заправляю майонезом и все мне нравится с колбасой тоже очень вкусно но по продуктам вообще все мало очень вкусно такой прям чудесный салатик посмотрите какой он красивый получается забыла сказать что паприку я режу крошкой ну так кубиками огурчики они маленькие тут уже их так и вот такая вот красота сейчас я заправлю майонезом и он готов добавлять можно то что вам по вкусу их очень много вариантов мне там в комментариях это писали я абсолютно с этим согласна что очень много вариантов этого салата но мне вот нравится вот именно вот это сочетание но я люблю с колбаской с вареной это если туда добавить вареной колбасы мне прям вкусно но если вы едите так ну делает это к мясу например ты мясо у вас отдельно то конечно лучше вот такой вот вариант у нас на улице вон 33 и 8 градусов а дома 25 но у меня работает вот такой вот кондиционер вентилятор короче сижу и вижу чем еще можно заниматься когда такая жара но на улицу выходить вообще не хочется филюша вот лежит и следит чтоб я не вставала если я встаю это он тоже встает а мне его жалко беспокоить поэтому я сижу и вот мы сидим и бережем спокойствие друг друга у меня тут чайник шумит надеюсь меня будет слышно короче девочки кто живет в германии наверно потому что я не знаю в россии такое вот есть или нету так лучше крышку покажу вот это вот продаются такие креветки соусом готовые прям тут вот буквально прям совсем немножко я я даже не знаю вот на хотя немножко 200 грамм вот они в соусе эти креветки да здесь вот чесночный соус я короче порезала половину огурца вон у меня половина остался немножко листья салата можно айтберг можно такие вот зелененькие такие прям цельные и 1 паприка его прям сюда выложила вот эти вот креветки из банки и чуть-чуть посолила получилось очень вкусно очень легкий такой салатик прям рекомендую все забываю вам показать я закончила 4 матка вязать и что это значит это значит что мне еще надо 2 из вязать в общем здесь у меня 170 сантиметров в длину и 195 где-то там может два метра в ширину короче еще два матка вязать и вязать но это так красиво получается мне прям все нравится в общем медитация моя такая бесконечная сейчас покажу еще подушки ну вот еще такие подушечки они размером 40 на 60 я розовый тоже показывала который до этого вязала плед точно также покупала те же самые подушечки 40 на 60 они такие знаете больше декоративная функция но в принципе такой хороший размер что можно и спать на них в принципе тоже хорошо вот я их убрала так так лучше положу я их убрала в пакет чтоб они у меня не затирались так сказать но все равно вот нитка чудесная прям она очень хорошо смотрится после стирки и вообще подушки я не стираю а плед я потом постираю в машинке причем я стираю в машинке и ничего не деформации никакой не происходит он мне так нравится как от рисунок смотрится вообще прям очень красиво прям вот просто знаете вот сам рисунок да но за то что вот как сказать идет вот этот вот зигзаг да тут получается еще то что как бы еще дополнительно вот так рисунок вот видите то есть вот так если смотришь он вроде бы ровный а когда кладешь вот так то он становится полосочками ну в общем как то я не знаю мне очень нравится наверное надо как бы и другой же рисунок попробовать но мне очень нравится вот именно с этим рисунком короче по-честному болею ничего не делаю сварила сегодня правда суп со щавелем и чё еще делала не помню наверное больше ничего вот так что я прям болею болею вот и снимать поэтому естественно ничего вот вижу плед прям реально моя медитация и включила видосики смотрю мне очень жаль что замедлился все-таки youtube очень сильно вот в этом девочки написали прям очень жаль потому что я же понимаю вы же не только меня смотрите там много чего интересного в ютубе вот я сам просто я сама постоянно youtube смотрю телевизор мы телевизором используем найти для чего как мы там смотрим когда кинотеатре как экран то есть мы включаем кино на большом экране с мужем смотрим вот так или он смотрит также youtube на телевизоре ну то есть мысль на как его на экране вот мы его используем как экран но мы не используем телевизор как телевизор у нас нету даже каналов никаких у нас там какие то есть приложения интернетные там вот с фильмами нетфликс сейчас мы не смотрим дочка его отключила и мы не стали подключаться что-то мы не стали смотреть просто там смотрим фильмы и вот смотрит тоже youtube вот а я смотрю на планшете youtube мне удобнее как-то он под рукой тут как-то быстренько все нажал вот ну короче долго это рассказывают конечно просто жаль что нет возможности смотреть потому что ко многим привыкаешь вот да там многие каналы смотришь ждешь новые выпуски примут я с удовольствием смотрю его некоторых и прям жду очень вот что хотел сказать вчера у нас было 34 сегодня нас 21 потом солнышко вышло стало 24 это естественно быстренько повлияло на то что начала болеть голова вот так что в общем никаких от меня дел сижу и отдыхаю а впереди выходные и еще будет гаражный блошиный рынок воскресенье написано было объявление надеюсь то что он состоится погоду вроде сегодня у нас немножко дождик пошел выходные вроде дождик не обещают но обещают в рост как тепло там 26 27 градусов будет чудесная погода а сегодня последняя пятница лета представляете мало того что сегодня пятница так она еще последняя за это лето это вообще просто как быстро лето пролетело вообще просто мне в голове не укладывается потому что как-то вроде бы и в много всего и делали там и ездили и вообще и как-то раз и все и уже его нету и джи теперь уже осень будет впереди в общем время летит очень сильно вот желаю вам хороших выходных это же будет уже начало сентября в эти выходные 1 сентября будет воскресенье я думаю ученики все очень рады те кто ходит в школу все очень рады что 1 сентября в воскресенье значит 1 день побольше будет каникул да вот желаю вам всем всего самого доброго обязательно что-то сделайте себе приятное на эти выходные и берегите себя